Доброе утро! В эфире новости телеканала Майя Удмуртия. В студии Максим Шутов. Коротко Расскажу о предстоящих событиях наступившего дня. Сегодня депутаты Госсовета Республики продолжат сессию. Главный вопрос утверждения бюджета Удмуртии на 2013 год. После первого чтения статья расходов увеличилась почти на миллиард рублей. Традиционное соревнование «Ижевская винтовка» начинается сегодня. В состязаниях примет участие порядка 200 сильнейших биатлонистов России, среди которых члены национальной сборной. Во вторник спортсмены проведут тренировки, а первые старты состоятся уже 19 декабря. В Ижевске сегодня начнут раздавать теплую карту города. Она подскажет, где будут организованы праздничные новогодние площадки. Столица Республики решила встречать 2013 под девизом «Вместе теплее». Новые детские сады Ижевска сданы и не заполнены. К этому вопросу вновь вернулся глава Республики. 765 новых мест в столице введены в этом году. Однако даже спустя два месяца после торжественного открытия детские сады до сих пор еще не укомплектованы. Ситуация штатная и я думаю, что мы с ней справимся. Смысла затягивания никакого нет, безусловно. Поэтому связано только с... Я думаю, что каждый, кто ремонтировал квартиру, строил свой дом, какой-то строительный объект, безусловно, возникает ряд недоделок после ввода. Поэтому этот период прошел и на сегодняшний день все детские сады введены и заселяются. Президент Республики такое объяснение не устраивает. По его мнению, застройщики ТРЕСП, что работает под руководством Алексея Прасолова, свою задачу выполнил. Мы увидели, как высоко профессионально можно обосновать любое безобразие. Даже Алексей Михайлович головой помотал, когда сказали, что два месяца в столичном устраняли недоделки. Ну, чьи только недоделки? Недоделки в организации работы, но не строительные. Поэтому, ну и в том числе на третьем садике выдано 77 путевок из 140. Но если не надо больше строить, вы нам скажите, отцы города. Мы больше строить не будем. Ситуация под контролем правительства. Кроме того, глава Республики дал поручение по подготовке новых кадров. Потребуется около 500 специалистов. В этом году по Республике введено 1600 мест. В следующем их будет в два раза больше. Вооруженное нападение на инкассаторов и похищение крупной суммы денег. По такой легенде, сотрудники полиции отработали на тактико-специальных учениях боевые навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. По легенде учений, преступники напали и ранили инкассаторов. Дальше события разворачивались в двух вариантах. По первому, нападавшие угнали автомобиль. Полицейским удалось догнать преступников и обезвредить. Второй вариант, нападавшие забаррикадировались в пустующем здании. Но и там от представителей закона скрыться не удалось. Оперативный штаб полиции дал удовлетворительную оценку действиям сотрудников, выполнивших план учений в полном объеме. А с этой недели полицейские республики взяли под усиленную защиту лесные насаждения. По всей территории Удмуртии стартовала операция «Лес». Патрули дежурят на всех автотрассах республики. Они проверяют не только большегрузы, но и легковые автомобили. Елку ее все равно сразу видно будет. Замотана, как правило, всегда в одеяло елка или на багажнике, либо торчать будет с багажного отделения. Останавливать, проверять происхождение, откуда, чего. Если какие-то документы не могут предоставить люди, то доставляем в отдел, участковые там уже, ну, службы разбирают все же с ними, откуда, что везут. Купить новогоднее дерево, предупреждают лесничие, куда проще и безопаснее для кошелька, чем его срубить. Штраф за незаконную вырубку одной небольшой ели может обойтись в 6 тысяч рублей. Для сравнения, на легальных новогодних базарах зеленую красавицу можно приобрести всего за полторы сотни рублей. Цены в этом году лесничие решили не завышать, чтобы не провоцировать на браконьерство. Зеленое насаждение как никогда требует к себе особо бережного отношения. Леса республики до сих пор не могут отправиться от засухи 2010 года, а больше всего пострадали именно ели. В этом году пришлось даже сократить лимиты на их предновогоднюю заготовку. А вот чем украсить новогоднюю елку, могут подсказать в Воткинске. Здесь в музее открылась выставка, экспозицию которой собрали сами горожане. Каждый желающий мог принести свою новогоднюю игрушку или поделку. Выставочные ряды заполнились за несколько дней. Чем, расскажет Анна Кавырзина. В старину декабрь в народе называли введением в зиму. В это время хозяйки начинали готовить новогодние подарки и гостинцы. По праздничному украшали дом. Традиция сохранилась до сих пор. Свои рукотворные шедевры жители Воткинской района на этот раз принесли на выставку. Например, вот такие тряпичные куклы словно законсервировали в себе доброту мастера. Кстати, некоторые из них даже имеют свой аромат. Традиция изготовления вот таких чердачных кукол с ароматом пришла к нам из Африки. Перед тем, как шить такую куклу, материалы вывариваются с какими-нибудь специями. Например, вот эта курица пахнет кофе. Волшебную рощу из бисера привезли ребята из Кельчина. Искусство бисероплетения пришло из Германии в 18 столетии. К началу 19 века Воткинские мастерицы так наловчились плести бисерные шедевры, что подобные картины украшали без преувеличения каждый дом. Участники выставки не могли оставить без внимания и главного героя 2013-го – змею. Тем более, что сотрудники музея объявили конкурс на лучшую хладнокровную. Объявляя этот конкурс, мы немножечко побаивались, потому что все-таки образ змеи достаточно традиционный. И что-то новое придумать будет не очень просто. Но когда нам принесли огромное количество самых разных королевиш, мы, конечно, сразу почувствовали, что фантазия у наших мастеров разыгралась настолько, что просто гиву даешься. В итоге получился целый гадюшник, шутят сотрудники музея. Авторы лучшей работы получат приятный сюрприз от музея. Итоги конкурса подведут в канун новогодних праздников. Анна Ковырзина, Илья Дериндияев, телеканал «Моя Убмуртия». Какой ждать погоды на Новый год? Вопрос, на который синоптики пока не спешат давать ответы. Зато известно, морозы, что пришли в республику, еще на прошлой неделе задержатся и на этой. Антициклон, принесший в Удмуртию аномальная холода, не торопится отступать. Так что в гидрометеоцентре советуют утепляться и не забывать об аккуратности на дорогах. На ближайшие три дня, со вторника и до четверга, погода ожидается холодная. Ночью минус 23-28 по республике, но местами могут быть температуры до минус 32 ночью. А днем в пределах минус 21-26 градусов. Ветер слабый, без осадков. В пятницу немного потеплеет. Столбик термометра поднимется на пару градусов. К выходным к республике приблизится восточный циклон, который принесет с собой резкий северный ветер. Необычную постановку готовят в Ижевске. Сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» ижевскому зрителю представят ребята с ограниченными возможностями. Премьера состоится уже на этой неделе. Все вырученные средства пойдут на развитие инклюзивного театра. За несколько дней до выхода на большую сцену. Актеры позвали нашу съемочную группу на репетиции. Крикнуть не верю этим актерам не смог бы даже Станиславский. Люди с ограниченными возможностями имеют безграничный запас актерского мастерства. Лиля Прозорова, например, всегда мечтала стать актрисой. В постановке ей досталась роль мыши, играет ее девушка с полной самоотдачей. Лиля рассказывает, сначала были проблемы с текстом. Запомнить с непривычки большой фрагмент было трудно. Но режиссер Светлана Шацкая нашла выход. Мы мне сначала дали большой текст. Потом она увидела, что я тут не справляюсь. И она стала потихоньку меня подстраивать. Цена подстраивалась, дала мне маленький текст. В этом году я смогу увеличить немножечко текст увеличенный. Попробовать себя на сцене ребятам помогли сотрудники объединения детей-инвалидов и их родителей Ассоль. Они создали проект инклюзивного театра. Министерство экономики Удмуртии выделили средства на его реализацию. Вот уже несколько месяцев ребят занимаются в театральной студии вместе с другими детьми. В процессе наши дети стали раскрываться, потому что они все равно сидят дома. То есть для них ограничено крупное их общение. И заниматься тоже в каких-то студиях у них порой бывает нет возможности. Потому что это все связано также еще с загруженностью родителей, которым нужно привезти детей и везти. А здесь они начали раскрываться, начали чувствовать себя более уверенно, общаться со сверстниками. 20 декабря состоится премьера спектакля. Свой первый гонорар ребята планируют потратить на развитие инклюзивного театра. Анна Ковырзина, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». У меня все. Удачного вам дня, итоги которого подведем ровно в 7 часов вечера. До встречи на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин.